С начала года сотрудниками ГИБДД было выявлено 2500 нарушений правил дорожного движения. Это и нарушения правил перевозки детей, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, управление с непристёгнутыми ремнями безопасности, переход проезжей части в неустановленном месте, сильная тонировка автомобиля и, конечно, управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. За шесть месяцев сотрудниками дорожной полиции задержан 21 водитель в нетрезвом виде. Три водителя задержаны за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Санкции за вождение в нетрезвом виде очень строгие. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения кодексом административных правонарушений предусмотрена абсолютно ответственность в сумме 30 тысяч и лишение права управления до полутора лет. Как показывает практика, такие мероприятия имеют положительный профилактический эффект. Ведь чем меньше на дороге неадекватных нарушителей, особенно пьяных, тем меньше дорожно-транспортных происшествий и спокойнее законопослушным участникам дорожного движения.